Техногенную катастрофу еще можно попытаться предотвратить, а вот гуманитарное уже на пике. Миллионы мирных жителей, не подконтрольных Украине территорий Донбасса, сегодня сталкиваются с теми же проблемами, что и вся Украина, только многократно усиленными. Дефицит продовольствия, не просто низкие зарплаты, а их отсутствие, не говоря уже о пенсиях и социальных выплатах. При этом оказывать гуманитарную помощь становится все сложнее, рассказывает Виктория Чистюхина. Всю неделю и без того прохудившиеся кошельки дончан становились все тоньше. В два с половиной раза подскочили цены на продукты. Сахар по 30 гривен, яйца в среднем по 25, а сливочного масла ни на рынках, ни в магазинах нет. Ассортимент уже, конечно, пропадает, потому что поставок нету. Из-за этого они поднимают цены. Но я понимаю, что когда есть работа, зарплата, пенсия, кто дал такое право? Кто моет, кто должен контролировать это все? На повышение цен повлиял стремительный скачок курса доллара. В донецких обменниках, которых остались единицы, валюту принимают по 27 гривен. Но клиентов ни на покупку, ни на продажу нет. Я не интересуюсь, что не до уровня. Обналичить деньги невозможно нигде. Банкоматы по-прежнему не работают. Да и на счетах у большинства мирных жителей средств давно уже нет. Те, кто имеет хоть какие-то источники дохода, экономят. Сын получил вот это, на шахте дали полторы тысячи. Там зарплату что-то. И вот это выживаем. Мы придем покупаем то, что нам надо. А так дорогое не берем. Комбасы не берем дорогого. Мы не берем такого ничего. Берем самое-самое выиски. Отходим по рынку. Пока не найдешь самое дешевое. Продукты не поставляют уже две недели. Машины с товарами не пропускают на украинских блокпостах. Все, что на полках, из складских запасов и от местных фермеров. Украинской нет. Поддержим местного производителя. Продовольствие поставщики на Донбасс доставлять не могут. Так как с недавнего времени приказом СБУ введен новый порядок ввоза товаров через границу зоны соприкосновения. Никто не может объяснить процедуру оформления данного разрешительного документа, сроки указать, ответственных лиц и так далее. Представители нашей компании писали письма в антитеррористический центр при СБУ город Киев и в Государственную налоговую службу Украины город Киев. Но письменного ответа не получили. Возникли перебои и с поставками бензина. Топливо продают из старых запасов и по высоким ценам. Сейчас тяжеловато с такими ценами. У меня еще полный бак по старым ценам залит. Чтобы доставить топливо на заправки города, необходимо восстановить разрушенную транспортную инфраструктуру. Из-за боевых действий разрушены все подъездные железнодорожные пути, ведущие в Донецк к нашей нефтебазе. Если в кратчайшее время не решить проблему поставок в Донецк, это приведет к усугублению гуманитарной катастрофы. А это значит, ни коммунальные предприятия, ни скорые помощи, ни благотворительные организации, ни волонтеры, ни мирные жители не смогут заправиться. Приказ СБУ коснулся и благотворительной помощи. Теперь она должна быть оформлена по тем же правилам, что и помощь, которую возят из-за границы. Штаб Рената Ахметова на следующей неделе планирует отправить две колонны 16-го гуманитарного рейса в Мариуполь и Донецк. Его сейчас сформируют, но паника на рынке товаров и резкое подорожание продуктов отразились на работе. У нас изменился пол поставщиков, которые не в состоянии выполнять свои обязательства. В связи с этим возможность замены в наших продуктовых наборах, но это не отразится на калорийности. Набора будет достаточно тем заявленным нормам, которые для нас являются стандартным. Упростить порядок пропуска гуманитарного груза на неподконтрольную Украине территорию призвали участники 7-го международного форума благотворителей. В СБУ заверили, ситуацию понимают, но решают не они. Мы эти предложения аккумулируем и отправляем их на штаб АТО, потому что штаб АТО принимает окончательное решение. Инициативу поддерживает и фискальная служба. Документы, по их мнению, можно оформлять быстрее. На данном этапе этот срок, согласно приказу, если касается гуманитарных грузов, 3 дня, если касается производственных необходимостей, 10 дней. С нашей стороны предложение и предложение со стороны других органов, конечно же, в сторону уменьшения. Гуманитарный штаб Ахметова также подал все необходимые документы для выполнения новых процедур по вузу помощи на неподконтрольную Украине территорию. Мы рассчитываем, что рассмотрение документов пройдет достаточно оперативно, мы получим полностью разрешение. Количество нуждающихся в зоне боевых действий за последние два месяца увеличилось втрое. По данным ООН, это уже 3 миллиона 200 тысяч человек. Гуманитарная помощь Рената Ахметова сегодня единственная масштабная поддержка мирного населения Донбасса. Продуктовые наборы Ахметова получили около 2 миллионов человек. Все пункты раздачи работают как в Донецке, так и в других городах, на подконтрольной и неподконтрольной Украине территориях. От имени Рената Ахметова, от имени всего гуманитарного штаба, мы хотим заверить всех наших земляков, что мы помогали и будем помогать мирным жителям Донецкой и Луганской области. Уже на следующей неделе две колонны гуманитарного рейса Ахметова отправятся в путь, чтобы доставить сотни тонн продуктов. Виктория Чистюхина, Владимир Конопля, Виталий Савенко, Анастасия Климович. События недели.